Буду беречь, собственно, ваше время и свое время и ваши силы и пропущу очевидные слайды с очевидной информацией и очевидными вопросами, на которые я думаю, что вы все знаете ответы. Хочу подчеркнуть, что кейс, который выбран сегодня от нашей компании, он в большей степени рассматривает понятие мониторинга и анализа социальных медиа с точки зрения решения бизнес-задач. Понятно, что это связано с репутацией, но акцент сделан на конкурентной разведке и антикризисном управлении. Для этого я расскажу предысторию кейса. Знаю, что не все из Петербурга, может быть, с темой аммиака не сталкивались. В 2009 год появляются на жилищных форумах первые сообщения от жильцов, новоселов, которые жалуются на устойчивый запах аммиака в их квартирах. С каждым годом количество этих жалоб увеличивается. С каждым введенным новым объектом жилищным увеличивается и число компаний, которые также вовлечены в этот конфликт. И уже в 2011 году традиционные СМИ говорят о том, что данная тема становится кризисной для всего рынка строительства в Санкт-Петербурге. Надо отметить, что на тот момент ни одна из компаний не имела стопроцентного решения данной задачи, каким образом избавляться от аммиака и договариваться с жильцами. То есть экспертизы сменились платными заданиями в исследовательские институты по поиску эликсира счастья, который закупорил бы тот самый аромат в стенах домов. Либо были компании, которые, наоборот, пытались ускорить естественное выветривание аммиака и устанавливали тепловые пушки для прогрева стен и устанавливали дополнительные вентиляционные системы. Так или иначе, в условиях жесткой конкуренции все эти шаги держались в строжайшем секрете. И, тем не менее, это не мешало людям активно обсуждать на различных социальных онлайн-площадках данный вопрос, что дало информацию нам для исследования. Изначально какие цели и задачи перед нами стояли? Но прежде всего, да, это получение среза, некого среза общественного мнения, из информационного потока которого уже можно было выделить отдельные тематики. В дальнейшем, фокусируясь на конкретной тематике, каким же образом различные компании решают вопрос аммиака и разрешают конфликтную ситуацию с дольщиками и жильцами, мы, соответственно, получаем конкретную информацию, которую в дальнейшем можем использовать для бизнеса. А именно, мы в курсе потенциальных угроз и можем также принимать положительный опыт, который был испытан на других компаниях. Ну и, наконец, в дальнейшем уже рассматривая обсуждение различных людей, обсуждение и сравнение различных компаний и реакцию общественного мнения на конкретные шаги конкретных застройщиков по решению данного вопроса, мы, собственно, можем в дальнейшем корректировать информационную и коммуникативную политику. Немножко фактов. Значит, в качестве объектов мониторинга были выделены сами названия строительных компаний и жилых комплексов, используя как автоматические пусковые системы, так и ручную обработку. Были проанализированы ряд форумов непосредственно жилых комплексов и форумов на LittleOne, Вдалевке, БНРУ и так далее. Также были проанализированы и сообщества группы ВКонтакте. Собственно, дальнейшая классификация всего информационного потока по темам позволила выделить наиболее обсуждаемые темы. Здесь видно, что фаворитом всех тем было решение вопроса аммиака в быту, то есть то, что сами жители предпринимают для того, чтобы избавиться от навязчивого аромата, и что делают компании-застройщики. Надо отметить, что... А, вторая тема по, скажем, частоте употребления – это, собственно, вопрос обмена квартир аммиачных. Надо отметить, что момент, когда мы начали свое исследование, это конец 2011 года, уже ряд компаний строительных шел навстречу своим клиентам и на разных условиях менял квартиры, но, собственно, мне очень понравился пример одного из форумчан, который поделился, как ему застройщик, ну, очень активный молодой человек, как его застройщик, он помимо возврата, обмена и возврата квартплаты, еще и оплатил стоимость аренды съемного жилья, пока решался его квартирный вопрос. К концу 2012 года сообщений на различных онлайн-платформах социальных о возникновении новых очагов запаха уже практически не приступало, тем не менее тема все равно оставалась актуальной, очень обсуждаемой, и здесь стоит отметить тот факт, что, собственно, участники диалога, они уже сами призывают к более конструктивной беседе и выдачи фактической информации, собственно, прося не увеличивать панику, которой и так достаточно, и желая как-то разрешить эту ситуацию. Собственно, что дает нам данный кейс, что он показывает? Действительно, он описывает ситуацию, которая явилась кризисной для многих компаний и большого количества семей, которые столкнулись с этим. Вариантов разрешения конфликта, конечно, на тот момент не существовало, то есть все искалось по пути, по дороге и на собственном опыте и ошибках. Но, собственно, почему я хочу подчеркнуть преимущество мониторинга социальных медиа, это в том, что эти ошибки частично, какие-то из ошибок можно не делать, их можно, собственно, черпать из чужого опыта и в том числе черпать из чужого опыта, каким образом можно разрешать конфликтную ситуацию со своими клиентами, с теми же недовольными жителями и различными заинтересованной аудиторией, скажем так. Ну и, соответственно, в данном случае, как нам кажется, комплекс мер, это и использование продвинутых инструментов мониторинга, это и общая открытая информационная политика компании как в социальных, так и в традиционных СМИ, и реальные шаги по разрешению конфликтной ситуации, они, в общем, творят в целом чудеса. Собственно, клиенты довольны, конкуренты кусают локти, а репутация только прибавляет в весе. Ну и я призываю вас всех проводить регулярный мониторинг социальных медиа, исходя из, ну, не столько из репутации, о которой было сегодня очень много сказано, а из конкретных бизнес-задач, которые вы ставите перед собой. Я постаралась кратенько. Спасибо, Екатерина. Коллеги, есть ли вопросы? Да. Я знала. Не верю я в то, что пост о том, как человеку оплатили арендную плату за время, пока там компания-застройщик решала вопросы с Аммиаком, что он был сделан от реального пользователя, может быть, от какого-то хорошо прокачанного, как там, мотивированного пользователя, потому что... Я, ну, в данном случае, почему я привела этот пример? Просто потому что перед подготовкой данной презентации я внимательно просмотрела просто материалы по данному отчету. Нет, ну, просто я имею в виду, что... Конкретно данный пользователь, это все взято было из ВКонтакте, где можно было посмотреть на пользователя, где можно было оценить его ленту, и он... В дальнейшем ему также не поверили участники диалога. Он, например, прокомментировал это тем, что у меня маленький ребенок, и у меня очень много злости на них всех, я их отсудил. А, ну, если отсудил, это, конечно, другое дело, потому что поверить трудно в связи с тем, что я, будучи застройщиком, если вот один так напишет, например, чувачок какой-нибудь лояльный мне, так ко мне толпы побегут и скажут, Наташенька, не могла бы ли ты нам, да, оплатить что-нибудь? Спасибо, Катя. Дело в том, что, скажем так, в данном случае я как раз хочу немножко встать на сторону застройщиков. Все-таки ряд компаний, я не говорю сейчас обо всех, потому что в конфликт было вовлечено очень много компаний, но ряд компаний, которые мы тоже мониторили, их поступки говорят о их качестве, ну, в качестве, наверное, сервисной их поддержки. Не могу сказать про жилье, не брала. Потому что практически все, ну, вот большое количество компаний, крупных компаний, так или иначе пошло на встречу своим жильцам и дольщикам, и они действительно шли на обмен. Иногда с доплатой, иногда с переплатой, по-разному, иногда просто давая лишние метры за наглость, молоко за наглость. Но в любом случае, так или иначе, они пытались решить эту ситуацию, к сожалению, не сразу, когда возник конфликт, но по ходу действия. Просто в дальнейшем уже все зависит от, опять же, вашего желания и терпения. Будете ли вы продолжать бороться за свои права и вытребовать возврат, там, квартплаты за дом, в котором вы не жили и так далее. То есть, и, наверное, от чистоплотности самих застройщиков. Кто-то заботился о своей репутации и понимал, что это дорогого стоит, а кто-то, ну, собственно, посчитал, что мы лучше умолчим об этой проблеме, потому что долгое же время и в традиционных СМИ не было никаких сообщений на эту тему. В 2009 появились первые сообщения в социальных сетях, да, и в 2011 это вот только поднялась тема в традиционных СМИ. Скажите, Екатерина, а были ли выявлены какие-то признаки информационных войн, в том смысле, что вот эти все темы с СМИАКом, они развивались, раскручивались самими жертвами, да, ну, так сказать, и вовлеченными в это жрецами. Я думаю, что без Павла Перца здесь не обошлось. Да, или компании подливали кипяточку друг к другу тут. Как, вот что-нибудь такое вы нашли? Безусловно, да, безусловно, на обсуждениях встречались, там, скажем, вот те самые прекрасные несколько странных процентов, которые мы бы под вопросом поставили, реальны ли это пользователи или нет. Что касается черного пиара от компании к компаниям, о чем вы спрашиваете, то я не могу говорить за всех. Я могу, например, не знаю, наверное, смогу озвучить такую тему, что когда мы заявили сегодняшнюю, там, кейс-стаде, да, от нас, некоторые компании строительные обратились к нам с вопросом, может быть, не будем, потому что это же будет вредить всем участникам рынка. То есть, в общем-то, участники рынка в данном случае отчасти друг друга стали поддерживать, забыв на время свои распри. Понятно. Ну, так запах-то мяка реально был. Как написано было на одном из формов, вот сами пойдите и понюхайте. Надеюсь, что, в общем, он уже выветрился, естественно. Я надеюсь, я надеюсь, что СММ-менеджеры не так отвечали. Последний такой вопрос, не очень понятно. Скажите, у вас свой движок, которым вы все это считаете, анализируете? Да, у нас своя поисковая система. Окей. Спасибо, Екатерина. Спасибо. Спасибо вам.